В этом ролике я хочу рассказать о видеоплеере для iPad или iPhone, который будет очень полезен тем, кто пользуется видео, в которых есть маркеры или главы. Этот плеер позволит вам перемещаться вправо, влево, по маркерам, по главам. Итак, Infuse. Установим его из App Store. Заходим, в поиске набираем название программы Infuse, вот этот в первой строке, с цифрой 3, его мы будем скачать, устанавливать на наше устройство. Вот. Установили на iPad или на iPhone. Дальше заходим в программу Documents. Через эту программу удобно скачивать видео, особенно если мы говорим о видео на русском жестовом языке. Так, набираем сайт jw.org. Так, вот. Здесь заходим в раздел публикации. И, к примеру, книги-брошюры. Так, давайте скачаем нужный нам ролик. Так, заходим в чуб, на публикацию, которая нам нужна для изучения с глухим человеком. Так. И, допустим, первая глава. Выбираем, например, 360 или 480. Какая нам подходит. В зависимости от размера памяти нашего устройства, размера экрана. Ну, я выбрал, допустим, 360. Так, ждем, пока закачается. Все, наш файл скачался. Заходим в папку загрузки. Вот здесь нажимаем. Вот он наш файл в загрузках. Нажимаем «Изменить». Выделяем файл. И вот здесь внизу «Открыть в». Нажимаем. Здесь показаны все программы, в которых может этот файл открыться. Набираем только что скачанный. Нажимаем на только что скачанный видеоплеер «Infuse». И наш файл копируется в этот плеер. Вот. Здесь в рамке написано, что он без звука. Но это не проблема, так как он на русском жестовом языке. И вот здесь внизу есть кнопки. Переходим по маркерам, по главам. Так, вопрос. Следующий. Глава первый. Абзац первый. Абзац второй. Рисунок. Так, пауза. Возвращаемся. Обратно возвращаемся на абзац второй. Абзац первый. И вопрос. Так. Ну, вот таким образом, жестом слева направо или справа налево мы можем просто перемотку делать. Но если нам нужен точный переход на вопрос или на абзац, то мы можем пользоваться вот этими кнопочками внизу. Вот четвертый абзац, допустим. Или вернуться назад. Вопрос четвертому, пятому абзацу. Пауза. Здесь есть настройка. Нажимаем и прямо можем выбрать конкретную метку. Здесь указаны все метки этого видеофайла. Например, абзац шестой выбираем. Пуск. И мы сразу оказываемся в шестом абзаце. Так. Если нам нужно вернуться назад, набираем назад. Вот он вопрос к шестому абзацу. Так. Заходим в настройки. Главы. То есть, вот метки наши. Здесь мы можем переместиться, например. Например, 14-й абзац, часть B. И вот мы находимся в 14-м абзаце. То есть, плеер очень четко реагирует на команду и переносит нас в нужную точку. Это, согласитесь, очень удобно, особенно когда мы беседуем с глухим человеком. И нам нужно какой-то подчеркнуть момент. Заходим опять в главы, то есть вот эти метки. И можем выбрать, ну, например, абзац третий. Выделили. Так. Пуск. И вот мы на третьем абзаце. Заходим опять в настройку. Так. Здесь указаны иллюстрации. Но некоторые метки не очень корректно отображаются, какие-то каракули. Но это не очень-то нам мешает. Вот выбрали стих, например, Откровение 4.11. И вот мы здесь. Пауза. Двигаемся, допустим, вперед. Еще раз вперед. Еще раз. Вот мы на картинке. Пауза. Вот двумя пальцами, например, мы можем... Точнее так, одним пальцем можно вперед-назад. Вот эта вот прямая перемотка. Слева направо, справа налево. А двумя пальцами можно делать паузу. Стоп. Или запуск. Стоп. Запуск. Стоп. Одним пальцем появляется меню. Или вот этими кнопочками, да, это уже как раз мы переходим к конкретной метке. Да, был бы еще жест удобный, да, чтобы мы жестом могли двигаться по меткам. Вперед или назад. Но пока не реализовано в этом плеере. Только вот кнопочками. Хотя это бесплатный плеер. Может быть в платной версии есть возможность с помощью жеста перемещаться по меткам. Так. Ну, возьмем, например, подзаголовок второй. Запускаем. Вот мы в подзаголовке. Двумя пальцами можем. Раз. Остановили. Например, хотим на третий подзаголовок сразу перейти. Так, где здесь третий подзаголовок? Вот третий подзаголовок. Выделили. Запустили. И сразу на третьем подзаголовке. Двумя пальцами можем остановить. Так, заходим в настройку. Ну, и вот таким образом мы можем здесь выбирать любую точку в этом видеоролике, куда нам нужно переместиться. Точки подписаны. Или, скажем так, метки, да? Маркеры подписаны. Мы видим, какой абзац. Стих. Картинка. Вот одним пальцем можно просто мотать. Вот так. Вперед, назад. Да. Итак, я думаю, этот плеер будет очень полезен тем, кто нуждается в маркерах, да? Кстати, он запоминает место, где мы закончили в прошлый раз просмотр. Поэтому можно там же открывать. Ну что ж, всего доброго. Успехов, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok